Сезон 2023-2024 выдался для Мурмана сложным. За 26 туров заполярные хоккеисты добыли лишь 6 побед и заняли 12 место из 14. По окончанию сезона, по обоюдному согласию сторон, руководство клуба расторгло контракт с главным тренером Эдуардом Саксоновым. Имя нового специалиста назвали на брифинге. Буквально час назад мы окончательно согласовали условия и договорились, что главным тренером на следующий сезон, на следующие два сезона будет Николай Викторович. Николай Викторович является воспитанником мурманского хоккея с мячом. Он возглавлял Архангельский водник с 2018 по 2022 годы и в качестве тренера становился бронзовым призером чемпионата России. Также на брифинге было отмечено, что в новом сезоне акцент будет сделан на молодых игроков, как заполярных, так и из других регионов. «Разные бывают проекты, разные векторы движения. Соответственно, наступил момент, когда нужно сделать определенную перезагрузку. Ну, как есть, так есть. Ничего страшного в этом не вижу». Перезаключены контракты и с действующими игроками. Например, вся вратарская линия остается в клубе неизменной. Нападающий Григорий Федоров и полузащитник Дмитрий Скворцов сохранили прописку в Мурмане. Работа в этом направлении продолжается. Кроме того, правительство Мурманской области уже выделило команде 65 миллионов рублей. И по ходу сезона выделят еще 32 миллиона. Увеличенное финансирование – мера вынужденная. «Бюджет любого клуба состоит не только из бюджета области, но и из бюджета привлеченных средств. И это, наверное, такая самая, ну, в нынешней ситуации самая, наверное, нестабильная часть бюджета. Поэтому и было принято решение губернатора выделять дополнительные средства на существование клуба». Руководство команды ставит задачу на предстоящий сезон занять позицию не ниже 10-го места, а также постараться попасть в зону плей-офф. И для достижения этих целей как никогда нужна будет поддержка болельщиков.